Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации. Как сказал президент России, что от крупных аэропортов до дальних поселков, регионов такие самолеты востребованы, тем более они могут осуществлять посадку на грунт. Прежде всего, надо еще сказать о практике работы с регионами Российской Федерации. Дело в том, что знаете, что президент Республики Беларусь периодически регулярно встречается с регионами. У нас есть определенные опорные точки, то есть те регионы, которые лидерами являются в сотрудничестве с Республикой Беларусь. И, конечно, мы им уделяем большое внимание и пытаемся создать пример позитивный для других регионов. Ленинградская область для нас чрезвычайно важна, потому что, во-первых, есть выход к морю, во-вторых, огромный товарооборот потенциально есть, возможно, с Ленинградской областью даже более миллиарда долларов. А что касается проекта по строительству небольших самолетов, которые могут не только в аэропортах больших садиться, но и на грунт, это чрезвычайно важный проект и для Беларуси, и для России. Для России он даже более важен, потому что Россия огромная страна, и те санкции, которые наложены на отрасль по строительству самолетов, они очень болезненные, потому что это вопросы безопасности. Самолет стоит, но он без запчастей, без соответствующего обслуживания представляет большую опасность. И эти санкции, они целенаправленно были введены, чтобы подорвать логистику связанной страны, такой большой страны, как Российская Федерация. Поэтому мы здесь подставляем плечо, и с другой стороны мы можем заработать большую прибыль, добавленную стоимость, и самое главное, развить те компетенции, которые, может быть, у нас и нет. То есть, я бы так сказал, что это наука в обмен на инвестиции, то есть инвестиции российские в производство, совместные инвестиции. И мы делаем вот такой самолет, который нужен и в Российской Федерации, и у нас. У нас есть соответствующие заводы, мы занимаемся ремонтом и российской техники, и зарубежной техники. Поэтому вот эти санкции, они нас подтолкнули к реализации этого эффективного проекта. Как уже получится, здесь, конечно, нужна эффективная организация, здесь нужна совместная деятельность наших ученых, практиков, инвесторов. Я думаю, что получится, это получится, потому что здесь не коммерческий проект, а больше такой интеграционный, социальный, где может быть административный нажим, не только прибыль будет главной, но и как военной сфере результат. Что касается дороги, я думаю, что это глобальнейший проект, важнейший вообще для любого союза. Очень важна эта инфраструктура, это связывание бизнеса, связывание людей, это снижение затрат на перевозку, на роуминг, на обмен информацией. И вот это снижение затрат и увеличение потенциальных объемов делает экономику более слитными, более устойчивой для внешнего воздействия. Ну а для Беларуси и Ленинградской области питерские порты чрезвычайно важны, потому что нам нужно заместить тот же самый объем Клайпетского порта и других портов для торговли на внешний контур, в том числе в Латинскую Америку, в Африку, в другие страны. И здесь не хватает мощности одной ветки и не хватает мощности портовой инфраструктуры, потому что, ну, чего греха таить, российские порты не были рассчитаны на наши калийные удобрения. Кроме того, нам нужно сделать портовое хозяйство иметь собственное для того, чтобы те издержки на перегрузку не оставляли нам прибыль и делали наши товары конкурентоспособностью. Если мы калий будем грузить по большим ценам, то его никто не купит. Та же Индия и Китай, они же при ведении переговоров снижают до минимума цены и пытаются свой интерес защищать. Поэтому, если будет дорогая перевозка, перевалка, то не будет смысла через этот порт грузить, то есть объемов не будет. Поэтому проблема тут состоит в том, что железная дорога — это дорого. И нужно формировать какую-то финансовую модель, да, совместный фонд денежный, чтобы строить быстро. Если строить медленно, то дорога будет чрезвычайно дорогая. Это отведение земель, это вырубка лесов, это, значит, там геодезические работы различного рода. На это нужны деньги и нужно закасать рукава, быстро-быстро строить, тогда это будет не очень дорого. Если это растянуть на десятилетия, может потеряться смысл и запредельная цена будет этой железной дороги. Поэтому внимание глав государств этому проекту и конкретное получение информации от губернатора, от главы региона Российской Федерации, это очень важно. Какие бизнесы будут это строить, кто в этом будет участвовать, какие условия финансовые, кто что будет привозить, кто металл, кто шпалы, какие рабочие будут где работать. Это все очень важно. Дьявол кроется в мелочах. Поэтому я надеюсь, что этот проект будет реализовываться и мы получим от этого совместный эффект. Разве можно забыть, как из пушек палили по белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах и защенно издевались над белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской. Это все факты. Но ради дружбы с польским народом мы перешагнули через эту боль. За Богом это приняли за слабость. Но урок выучен. Время показало, что наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили. Я не говорю про польский народ. Говорю про элиты, политиков, все эти годы жаждущих реванша. Понимаете, есть такое понятие открытые и закрытые смыслы культуры. Когда мы с вами принадлежим той или другой нации, этнокультурной традиции, то есть вещи, которые вслух под камеру не озвучиваются, но внутри озвучиваются очень даже здорово. А иногда прошибают, как Борреля в свое время, про цветущий сад. То же самое поляки. У них есть миф о утраченной Аркадии, о утраченных крысах всходних, о западной Белоруссии и западной Украине. О землях, которые якобы им принадлежали по праву. Не у всех, не у серьезных исследователей. Но эти стереотипы очень устойчивы. Они живут на уровне массового сознания в том числе. И если говорить о нынешней политической партии, которая находится во главе Польши, партии консерваторов, то эти идеи являются важнейшими одним из элементов их исторической политики. Поэтому, да, они воспринимали определенные вещи как данность и как слабость. И более того, я бы сказал, что поляки культивируют свою боль, свою боль, реальную и не совсем. При этом не хотят многие, не все, но часть польских националистов не хочет замечать ту боль и те потери, которые понесли народы, которых с их точки зрения они счастливили. Если говорить о белорусах, очень лаконично. Во-первых, этноцидные практики в отношении нас — это когда не убивают, но в результате тотальной полонизации исчезают целые слои общества, которые перестают быть представителями твоего народа по самосознанию и по культуре. Это происходило еще в Речи Посполитой, несмотря на то, что Великое Княжество Литовское существовало как отдельный такой субъект. Но факт остается фактом, что в XIX веке 93,3% населения землевладельцев позиционировали уже себя во второй половине XIX века как паряки. И именно поэтому они воевали в польских легионах ни за БНР, ни за БССР, а за Польшу, понимаемую как синоним Речи Посполитой в границах 1772 года. Это первый момент. Второй момент, когда мы говорим о этноцидных и геноцидных преступлениях в отношении нашего народа, то это абсолютно осмысленная, спроектированная и слабопланированная политика по уничтожению нашего народа как отдельной ментальной общности со своей культурой и традицией, которая проводилась во второй Речи Посполитой. Не сразу после 1921 года, потому что поляки сразу подписали Маловерсальский трактат, не сразу, потому что сначала у белорусов, как и у украинцев, была возможность иметь легальные формы политического противодействия. Кстати, то, что мы не хотели быть частью Польши, свидетельство о том, что партизанское движение на землях Западной Беларуси было до 1925 года, пик его 22-23. Это один момент. Но если мы говорим о 30-х, начиная со второй половины 20-х годов, что мы видим? Мы видим абсолютно осознанную политику по уничтожению самосознания белорусского и превращение белорусских земель в крессы. Важнейшая задача была сделать так, чтобы пока есть такая возможность, как говорил еще в 1939 году белорусский воевод, сделать так, чтобы белорусы думали и мыслили только по-польски, чтобы они стали поляками. И более того, это все было направлено на это. В 1937 год для нас, если мы говорим о наших западно-белорусских землях, это план, утвержденный на уровне МВД Польши, укрепление польскости на крессах. Смысл его был в том, что если бы все получилось по этому плану, если бы не помешала война, то они планировали переместить 6 миллионов человек. А наших отправить туда, в центральную западную Польшу. То есть абсолютно осознанно планировалось достичь сначала преимущества в 65% польского населения на землях западной Беларуси, ну а потом и полностью. То есть ответ на вопрос, была ли бы белорусская особая этническая общность, если бы вторая речь посполитой с той политикой, программой сохранилась, однозначно нет. Ну и самый важный момент, насчет геноцида вы говорите. Был прямой геноцид, физическое уничтожение белорусского населения. Мы стеснялись, а отдельные прикормленные мои коллеги за польские деньги вообще опускали глаза и не хотели об этом говорить. Но факт остается фактом. Армия Краева, которую показывает просто как геройскую, такую гларификационную польскую структуру, извините. Но когда мы говорим о АК, то не нужно забывать о том, что происходило особенно в 43-м и 44-м году. Первая фаза геноцида белорусского населения со стороны АКовцев и абсолютно осмысленное уничтожение белорусских священников, белорусской интеллигенции, сожжение белорусских деревень вместе, либо без населения. Недельный умник заявил, что после АК не было хатыни. Были хатыни на Новогрудщине. И райсбуры — это одна из последних реплик. Есть немецкий историк Бернгард Кьярий, который написал фундаментальное исследование, кстати, переведено на белорусский язык, частичная его статья на русском есть. Есть немец, он блестяще показал, что такое АК на наших землях в 43-м и первой половине 44-го года. Полякам неприятно, но это факт. Все подразделения АК заключили союз с СССР и СД. И 4 февраля 44-го года на наших землях, как и в Виленском крае, действовало перемирие между СССР и АК. И АК были на откупы, были отданы целые регионы в Западной Беларуси. Район Лиды, Щучино, там, где преобладало католическое население. И уничтожение белорусского населения, которое поддерживало советских партизан, как акты вендеты, это факт. Но в одном Столбцовском районе, только за зиму 43-го, начало 44-го года, было убито АК так называемых 6 тысяч большевиков. Большинство из них не имело оружия. Мы должны еще юрифицировать цифры. За весь период уничтожения нашего населения, когда людей убивали за их конфессиональную, национальную принадлежность и политический выбор. Зыгмун Шенделяш Лупашко и его Виленская бригада смерти, как и рай с бурой. Это такие, извините, кровавые вишенки на торте. Для меня это очень близкая болезненная тема. Мой родной дядя Константин Иванович Морзалюк был женат, к сожалению, он уже ушел, но его жена живая до сих пор, на Надежде Высоцкой, род которой убежал из Белосточины, из вот этих сожженных деревень после Второй мировой войны. И белорусам популярно пост-акковское бандитское подполье, потому что лондонское правительство их же распустило, а они же не подчинились. Поэтому с момента выдачи вот этого акта об распуске, это просто политический бандитизм. Если вещи называть международных юридических категорий, они, избивая наших, говорили, белорусы, это ваша земля, но только глубже на два метра. Вот эти вещи мы не должны забывать. Мы их, к сожалению, забывали. Поэтому я считаю, что в рамках, и это я буду делать, и как исследователь, и как руководитель ВНК, который занимается исследованием геноцида, обоснованием научных каких-то моментов, там много специалистов, мы должны, говоря о геноциде белорусского народа, помнить, что в годы Второй мировой войны и после Второй мировой войны, я абсолютно осознанно говорю, Второй мировой войны, а не только Великой Отечественной войны, он был многослойным. Кто-то мечтал о Великой Латвии до Полоцка и врезал население на Ветебщине, и торговал нашими детями в Риге, расценки были. Никто не стеснялся. Мы деликатно молчали. Кто-то мечтал украинизировать белорусское полествие, кто-то мечтал о Великой Литве в баловских категориях. У каждого была своя мечта за счет нашей земли, нашего народа и наших жизней. И поляки в этом плане, польские националисты, и особенно радикальные, ультраправые представители группировок, которые были максимально приближены к нацистской идеологии, вообще никакие не демократы. Это польские, по сути, национал-социалисты, фашисты, которые проводили акции по укреплению Польши с Кощино-Кресса в Сходне, еще в 43-44 году. Сохранились документы, я с ними работал, они раньше были в секретке. Послание, донесение командиров бригад Барановича, других, Пантелеймону, Пономаренко, кто докладывал выше. Там есть перечень белорусских сожженных деревень, как написано, белополякам. Там есть вопли белорусских крестьян, новогрудских, с новогрудского уезда, тогда это повед, да, это период оккупации, с просьбой о оружии и помощи против ОК. Да, это еще во время оккупации. Немцы просто с конца 43-го года целые регионы давали под контроль ОК, потому что сами держать не могли, вооружали их. Это что? То есть мы, я помню, когда еще были более-менее нормальные отношения, приезжали в 2019 году представители польского парламента, и спросил, они тогда настаивали, что доски надо там вывешивать героям в Пинске, в Столбцах, Новогрудке. Спросил, а кому? Они же нас физически уничтожали. Вы где-нибудь повешетесь на стене здания доску тем, кто уничтожал ваших соплеменников. Думаю, что нет. От нас этого требовали. На самом деле, под фальшивую идею, которая проникала в том числе в учебное пособие, это генеральный прокурор говорил, что ОК это просто часть антинацистского партизанского движения. В 41-м году они не сделали ни одного выстрела в наших землях против немцев. А занимались тем, что доносами при помощи СССР и СД под видом борьбы с большевиками чистили белорусскую интеллигенцию в западных белорусских регионах, рассчитываясь таким образом немецкими руками за 1939 год, который белорусское население восприняло с энтузиазмом. Даже самые крутые, самые антикоммунистические белорусские националисты, христианские демократы, которые издавали газету «Крыница» в Вильно, они сами в январе 1940 года в своем издании в «Крынице» называли 1939 год «вызвольным походом». Мы эти вещи должны помнить. Поэтому, несмотря на то, что они были не в восторге, скажем, от советской действительности, но не было в Беларуси ни одной силы, которая была против воссоединения. Это наша позиция. Для того, чтобы понять нас, и почему мы празднуем 17 сентября 1939 года, нужно помнить про март 2021 года, когда нас разделили, нас не спрашивая, когда никаких белорусских делегаций, никаких белорусских представительств в Риге не было, и когда нас рвали по-живому, и рижский мир не воспринимала ни одна белорусская сила как величину постоянную, а эту границу как справедливую. Поэтому эти вещи нужно помнить. Я не могу понять, как человек может себя называть белорусским националистом, или белорусским патриотом, если он против воссоединения, заметим, 75% этнических белорусских территорий. Не понимаю. Я не могу понять это. Для меня это непонятно. Ну и самое главное, мы должны, говоря о геноциде, мы должны отдельно проговорить вот эту тему, гранично четко, не фальшиво, по документах, подсчитать до единого человека, уничтоженных польскими националистами, я умышленно избегаю термина поляками, польскими националистами, которые были в этих отрядах, белорусский актив, белорусских простых крестьян, то есть тех, кто убивал белорусов только за то, что они имели наглость, в кавычках, жить на своих извечных землях, от Столбцовой до Белостока. Вот мы должны, я глубоко убежден, создать такой мемориал плача. В Белостоке нам, естественно, не позволит, в Пухалах нам не позволит, да? Но мы должны сделать вот этот мини-мемориальный комплекс, где должны быть все доски, перечисление всех уничтоженных, всех сожженных деревень. И нужно учиться у них, они молодцы. Вот после Волынской резни, тех, кто уцелел, они когда уехали жить на приобретенные Польшей после войны земли, которые от Германии забрали и им отдали, на Поморье, то в том же самом, там заходишь в костел, там доска, и там написано, что в честь и в память невинных жертв бандеровского террора. Почему мы не можем сделать то же самое в отношении невинно замученных на нашей территории, западной Беларуси? Возможно, когда мы это с научной скрупулезностью, тщательно верифицировав, покажем весь объем этой трагедии, на основании источников не бла-бла фальшивого, покажем количество уничтоженных, чтобы не было никаких рассуждений о том, что просто якобы уничтожали партийно-советских активистов, а обыкновенное мирное население не было при чем, вот тогда, возможно, они вынуждены будут, ну, когда-то же Вилли Брандт встал на колени перед евреем. Знаете, есть такая формула. Извините нас, и мы прощаем вас. Пока этого нет, это камень, который будет лежать на дороге белорусско-польских взаимоотношений. Хотя, опять же скажу, если сравнивать белорусско-польский конфликт в прошлом и украинско-польский, то у нас таких страшных завалов, которые мы не могли бы расчистить и скорректировать, значительно меньше. Я еще хочу одну вещь объяснить. У меня, вот мне интересно, у меня очень часто одни кандовые националисты русские называют там русофобом, другие польские националисты называют термоядерным, красно-зеленым белорусским националистом. Я прекрасно знаю польскую литературу. Я никогда не буду читать пана Тадеуша Адама Мицкевича в переводе на русский или белорусский язык. Я читаю по-польски, я неплохо говорю по-польски, не хочу сказать, что безукоризненно. У меня такой крысовый нажич. Но для меня польская культура очень близка, как и русская. Это при том, что я безусловно белорус, у меня национальная идентичность. Я про другое. Я не про ненависть, а про то, что когда мы вот эти вещи честно проговариваем, то наступает новый уровень взаимопонимания. И вот это то, о чем говорил наш президент, выступая во время этого дня. Вот это нужно понять. Это не апология двух, как они пишут, тоталитарных режимов. Это не фальшивый разворот от своей истории. Это разворот в свою сторону, в своей истории. Это понимание того, что 17 сентября и те границы, которые Беларусь в результате получила по итогу Второй мировой войны, это результат целенаправленной, отчаянной, жертвенной борьбы белорусского политического истеблишмента по две стороны границы тех подпольщиков, тех белорусских национальных девчонцев. Даже если они между собой где-то конфронтировали, где-то, скажем, один одного не понимали, и даже кто-то становился жертвами других, но и те, и другие мечтали о Беларуси единой. Это то, что бывший премьер-министр Боннер Тон Луцкевич сказал, встречая на площади в Лукишках, он потом будет репрессирован. Советские танки, что теперь Беларусь навечно едина. Для нас это важнейшая дата, важнейшее событие, ключевое. И еще один очень важный посыл. Мы просто должны понимать, что мы не искусственное образование, но если мы искусственное образование, такое же искусственное образование и поляки, и русские, и все остальные соседи, но мы результат той исторической эволюции, благодаря которой сегодня существует Республика Беларусь, белорусское государство. И это я глубоко убежден, что так будет до второго пришествия Христова, как бы кому не нравилось в эти границы. Мы решаем эти все вопросы и мелкие, и крупные. Вы правы, пытались нас крепко наклонить, ничего не получилось. Наоборот, как-то мобилизовались, даже неожиданно, я знаю, для вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, леднее немножко, живем чуть-чуть совсем. Но я думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики. По мелочам все вопросы, начиная от ВПК и прочее, связанные с украинским конфликтом, все эти вопросы практически решены. Если осталось что-то, то мы знаем, в каком направлении нам двигаться. Есть в этом определенные последствия санкций, то есть не было бы счастья, да несчастья помогло, как у нас говорят. То есть долгие годы Беларусь выходила с инициативой по увеличению экономической интеграции, по увеличению товарооборота и так далее. Где-то может быть даже органы власти федеральные смотрели на это по остаточному принципу. Давайте так будем говорить, потому что, например, белорусский экспорт в российском составлял 7-8%. Но почему-то то, что мы являемся самым надежным партнером и поставщиком, часто во внимание не бралось. И вот те же программы союзного государства по семеноводству, если бы их в свое время не было, то непонятно, как бы мы в условиях санкции проводили уборочную компанию. Это чрезвычайно важно. Но что касается того, то есть нас вот эта ситуация наложения санкций толкает друг другу в рамках экономической интеграции. Но хотелось бы, чтобы это была постоянная работа, а не так, как компенсация каких-то негативных внешних влияний. Я думаю, что мы до санкционного уровня должны в части взаимного товароборота преодолеть. Я думаю, что это реально, потому что наш экспорт белорусский, по крайней мере, очень сильно сориентирован на Российскую Федерацию. А Российская Федерация во многом открыла двери, в том числе, например, в такой чувствительной сфере, как сельхозмашиностроение, как поставка комплектующих на автомобилестроительные заводы. Легче сейчас вопросы решаются получение субсидий белорусскими предприятиями в рамках совместных импортозамещающих программ. Мы надеемся, что эти импортозамещающие программы дадут определенный толчок и в науке, и в том, чтобы мы производили востребованную продукцию и создавали свой национальный продукт союзного государства, а еще лучше Евразийского экономического союза. Потому что я думаю, что конкуренция будет возрастать, в том числе, например, со стороны нашего стратегического партнера, это Китайская Народная Республика. То есть они, Китайская Народная Республика, в общем-то, очень активно ведет политику по продвижению своей продукции на рынке ЕАЭС. И в Европе также. Посмотрите, сколько автомобилей легковых и грузовых поставляется на общий рынок. Поэтому здесь нужно вырабатывать совместные механизмы действия поддержки наших предприятий. субсидирование и реализация совместных импортозамещающих проекта это совершенно актуальнейшие вопросы. И здесь нужно, чтобы не было препятствий по их реализации. И мы преодолеем планку, наверное, в 50 миллиардов долларов по взаимному товарообороту. Может быть, одним из таких серьезных моментов является налаживание связи с теми регионами Российской Федерации, где отдаленными, где нашу продукцию слабо знали. Я не имею в виду пищевую, а имею в виду машиностроительную. И вот их нужно подтягивать, поэтому визиты глав регионов очень важны. Я думаю, что это будет продолжаться. Поэтому внимание глав государства и Путина, и нашего президента к этому вопросу очень важно. Следующее отметить, что если брать нормативку, нормативное регулирование, то очень эффективно реализуются программы союзного государства. Вот эти 28 программ. Глава нашего государства отметил, что более 80% уже реализовано тех программ, которые до 2023 года до конца должны быть реализованы. И здесь в общем-то барьеры падают. Мы можем более смело идти с совместными инвестициями в той же энергетике, в фармацевтическом рынке, ну и в других рынках. Мы формируем единые рынки. И я надеюсь, что это позволит увеличить благосостояние наших людей. Приятно было видеть вас с Ким Чиным на восточном космодроме, потому что сам был там уже как-то приятнее, мы с вами посещали этот космодром мраме. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия, знаю, что интерес огромный к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется с учетом тех проблем, которые существуют. У нас очень много есть мифов и мифологемов, в том числе и по отношению к Северной Корее. У нас всегда были хорошие отношения с Южной Кореей, кстати. Но многие не понимали, что в том числе, когда мы говорим о Северной Корее, особенно в той геополитическом раскладе, которая есть, здесь есть сфера приложений для нас. Особенно с учетом того, что мы, скажем, если говорить в том числе об нашем аграрном секторе, о всем остальном, можем много чего КНДР предложить, то, чего у них нет. Эти вещи нужно просто помнить. Вот отсюда и этот посыл дружить на троих. Беларусь как реально суверенное государство, а независимость и суверенитет это две разные вещи. Независимость это юридическое признание мира, что есть такое государство, а суверенитет это реализация независимости через самостоятельную внешнеполитическую доктрину, которая корректируется вот здесь, в Минске, ни в другом, ни в каком другом городе и определяется президентом с учетом позиций МИДа и всех остальных заинтересованных структур, которые понимают важность этих моментов. Поэтому для нас Северная Корея это еще одна сфера притяжения белорусских возможностей аграрных, технологических и ряда других, которые мы на весьма выгодной основе можем предложить КНДР. Думаю, что им есть тоже, что предложить. Скажем так, аккуратно. Страна с такими, скажем так, военными технологиями не может быть просто примитивным каким-то таким каменным заповедником, как рисуют. Вот эти вещи нужно просто учитывать. Президент нашей страны как прагматичный политик учитывает. Ну, надо в данном случае я просто бы процитировал сэра Уинстона Черчилля. У государства нет друзей, но есть национальные интересы. Мы реализуем свои национальные интересы везде, на всех континентах. Там, где мы можем найти сферу приложения своих компетенций. Почему нет? Поэтому здесь абсолютно все нормально и рационально. меня удивляет скажем так вот этот вопль и вот этот плач скажем так стенания и все остальное. Та ситуация, в которой мы сегодня находимся не нами создана. Не мы закрывались от наших глубоко уважаемых европейских да, партнеров и остальных тоже. Мы помним как сладкий мед тек из уст, как нас объявляли восточнославянской Швейцарии. Оазисом стабильности никогда не забуду, как посла не было, а временный поверенный, это, по-моему, называлась эта женщина, которая была здесь, представляла интересы США. Я помню, как в день поминовения жертв Холокоста, она республиканка была, и до сих пор меня впечатлило, тогда я как раз пришел в музей Великой Отечественной войны, где-то проходил с течением всех посольств, и представитель США в Беларуси тогда сказал, что пока есть такие президенты, как Трамп и Лукашенко, я эту фразу никогда не забуду. Холокост никогда не повторится. Это было совсем недавно, вчера, я это помню, отлично. Я помню, как нас целовали в сахарные уста, объясняли, что нужно против России дружить, и все остальное. Результат мы сегодня видим очень четко. Отношения, которые мы увидели после 20-го года и в процессе попытки совершить деструкцию политического системы и той социально-политической экономической модели власти, которая в стране, мы тоже помним. Мы видим вот это все вот рядом здесь. Все эти псевдо-штабы, псевдо-офисы, фейковые квази-подразделения национального взволенчика, чины, хоругвы, штандары и все остальные трассы. Поэтому, а почему нет? Я просто напомню, что когда-то Саддам Хусейн, который потом стал самым злейшим врагом демократии, кровавым диктатором, про которого сняли масса мерзких фильмов, как от комедийных до просто таких брутальных, где он там все живое насилует, его дети тоже, когда-то был лучшим другом Соединенных Штатов и его страна пафосно провозглашалась гарантом стабильности в регионе, а все сделано было банально просто для одного, чтобы Иран и Ирак сцепились в кровавой бойне на благо Соединенных Штатов Америки. Поэтому, какие здесь могут быть вопросы, какие могут быть проблемы? По-моему, все четко, конкретно, вслух, под камерой. Мы также имеем хорошую компетенцию в возведении современных мясомолочных и других перерабатывающих комплекс, разведки добычи полезных ископаемых, реализации совместных инфраструктурных проектов. Много возможностей для сотрудничества нам предоставляет гуманитарная сфера. Наука, культура, образование, туризм, медицинскую помощь самого высокого уровня вашим гражданам могут оказать белорусские организации здравоохранения. Мы можем помочь вам и кадрами врачей для того, чтобы обучить ваших граждан в области здравоохранения, образования, других гуманитарных направлений. В целом, наверное, не всем гражданам не всем понятно вообще, почему так зазвучала Африка. Тут есть экономическое объяснение. Дело в том, что Африка избавляется от колониализма и население приобретает определенные доходы, бурно развивается. Там демографический взрыв. То есть африканский континент, ну, как и Индия, например, это тот континент, где растет население. Когда растет население, растет спрос на продукты питания, растет спрос на товары и услуги. В африканских странах очень много молодежи. Они хотят учиться, хотят получить профессию, создать семью и так далее. И вот этот потенциал громадный, человеческий, который сочетается с теми ресурсами природными, он создает вот такую благодатную почву для сотрудничества. И когда многие страны, ну, Великобритания, США, ведут себя с позиции колониальных стран, либо иные страны покупают сырье по заниженной стоимости у африканцев, конечно, населению не нравится это. Все хотят от своего национального богатства, от своих природных ресурсов получать определенные дивиденды, прибыль и делать жизнь своей страны лучше. И здесь такая страна, как Беларусь, это пример того нормального отношения к своему населению, которое может быть взят на вооружение руководством тех стран. То есть это пример именно того, как можно развиваться. Для Беларуси есть еще такой момент, как использование тех ресурсов, которые имеются в африканской, то есть все сочетается. Есть ресурсы свободные и есть потенциальный спрос на нашу продукцию. На продукцию, например, на продукты питания, на продукты наших ученых, на образование. Но с другой стороны мы можем осуществлять там и услуги, мы можем помочь построить комплексы, свиноводческие комплексы, молочные комплексы. То есть руководство африканских стран, как они говорили, что мы на одной волне, мы хотим сделать жизнь наших граждан лучше, и поэтому мы вас понимаем нашего президента белорусов, вы для нас пример, и поэтому мы хотим с вами работать. То есть не с высока мы смотрим на африканцев, а мы считаем, что они на старте устойчивого развития. Так оно и есть. И поэтому если посмотреть последние пять лет, была битва за Африку. Это Китайская Народная Республика, это Великобритания, Соединенные Штаты. Это такая же битва, как происходит за Антарктику и Антарктиду. То есть за те неизведанные белые экономические пятна, которые существуют. И любой бизнес, который в Африку с позитивными намерениями, он может выстрелить, он может дать определенный эффект. Например, потому, что там есть трудовые ресурсы. Во многих странах деньги есть, значит, хотят вкладывать инвестицию, но нет трудовых ресурсов. А в Африке всем нужна работа. Безработица иногда в некоторых странах доходит до 30-40 процентов молодежи, может быть, и выше. И организовывая там любое производство, придут люди заинтересованы в результатах своего труда. Да, нужно учитывать местную специфику и религиозную, экологические факторы, но надо работать, надо развивать товаропроводящую сеть, где-то брать местных жителей, для того, чтобы они помогали создавать предприятия. сеть. Опять же, здесь тоже есть опорные точки, есть страны, как экваториальная Гвинея с выходом к морю, богатейшая страна, одна из лидеров африканского континента, поэтому нам эта страна интересна, и, соответственно, визит президента экваториальной Гвинеи, я думаю, даст результаты. Беларусь, в отличие от западных демократизаторов, готова помочь вам быть хозяином на своей земле, на благо собственного народа, создать национальную промышленность, модернизировать сельское хозяйство, развивать науку и технологии. Работая в рамках Евразийского экономического союза, совместно с Россией и другими республиками бывшего Советского Союза, предлагаем вашей стране доступ к уникальным технологиям, товарам и услугам. Просто нужно помнить, что Африка, та Африка, которая сегодня существует, это даже не та Африка, которая была 20-30 лет тому назад. Мы должны просто помнить, что первыми, кто понял, как себе надо правильно вести на африканском континенте, была Китайская Народная Республика. Сырьевая база Кидая, если хотите так, если у России есть Сибирь, у Китайской Народной Республики есть Африка. При этом, вот в чем прелесть конфуцианства, Китайскую коммунистическую партию, иногда что-то называют конфуцианская партия Китая. А конфуцианство, то есть ты можешь быть конфуцианцем и дзен-буддистом, ты можешь быть конфуцианцем и, страх сказать, христианином, мусульманином. То, что несочетаемо в других моментах, здесь сочетается. Отсюда и концепт дзен-сиапина и все чем с этим связано. То есть китайцы, во-первых, они не догматичны, во-вторых, они не считают, что для того, чтобы говорить с человеком на равных, сначала его нужно поставить на колени и привести в свою веру. То же самое характерно для нас. Над нами не давлеет грех колониализма, уничтожения этих народов, физического уничтожения. Мы можем гордиться тем, что ни в Беларуси, ни в Российской империи, в состав которой мы входили, ни индейцев североамериканских апачи, каманчи, ни тем более черных африканцев в зоопарках, в клетках рядом с животными не выставляли, а они выставляли. Мы можем гордиться тем, что у нас нет антропологических коллекций, как в других музеях, где со скандалом их... Помните, когда немцы уничтожали народ Геррера, они признали, что это был геноцид? Они же отрезали голову, спиртовали и продавали типы, как они говорили, негров в различные музеи, от британского до самых до окраина, и все покупали. Это было вчера, там были демократические режимы. Вот вспомним, что было в 40-х-50-х годах, когда по Америке перестали ходить открытки с поджаренными чернокожими, с пожеланием Рождества куклоксклановский. Когда, ну, Байден же, когда был молодым, он же категорически выступал, чтобы его дети с этими ниггерами, извините, он в лучших традициях куклоксклана выступал, он выступал за расовую сегрегацию. Это было вчера, это было еще на память того поколения, которому сейчас 80-75 лет, и африканцы эти вещи помнят. А потом было, после приобретения независимости, попытка бессостенчивой эксплуатации этих территорий, продажные, коррумпированные элиты местные, которые ради своего личного благосостояния, поэтому вот отсюда все эти перевороты, революции в Африке. Ради вилл в Ницце занимались тем, что по сути их руками происходило дальнейшее уничижение и унижение и ослабление мощи тех или других африканских народов. Вот это закончилось. Это закончилось. Африка пробуждается. Она проснулась. Она не хочет быть мировой помойкой отходов. как это в отдельных странах, где люди рождаются на свалке и умирают на свалке из-за того, что они живут в отвратительных экологических условиях, они живут так столько, сколько жили когда-то в каменном веке. Она хочет равенства реального, уважения своей традиции и право идти своим путем. Потому что если бы я вот как историк скажу Британии 16-го или 17-го века или любой другой европейской страны предъявляли такие же претензии, которые они сегодня предъявляют к странам, которые только вчера начинают свое политическое развитие, было бы горе-беда. Нужно ей вещи понимать, что каждый народ, и вот каждая страна в зависимости от культуры, традиций, имеет свои исторические часы, свой исторический будильник. И когда люди видят, что их просто беззастенчиво за стеклянные бусы обувают, вот как Франция сейчас истерика, да, почему, ну конечно, вы же посмотрите, по сути стабильность Франка, как и стабильность французской экономики, как и стабильность французской ядерной энергетики, держалась, извините за не совсем парламентское слово, на африканской халяве, а она закончилась. И люди, которые так неправильно пришли к власти, сменил французского ставленника, неправильно беру кавычки, опять же, ну всегда плохо, когда в результате насилия происходит изменение власти, но если оно происходит и оно поддерживается большинством, это значит, что власть была тупа, глупа и неумна, и не хотела делиться. Вот и все. Ну вот помните, Шах был тоже в одной замечательной стране, теперь там Айатала, и будет этот режим очень долго, потому что он близок к сердцу тех людей, которые когда-то совершили исламскую революцию, как бы нам, кому-то там нравилось или не нравилось. и не нравилось. поэтому вот эти вещи просто нужно учитывать. И нужно учитывать, что, мне еще вот все бесит всегда, вот, когда люди умирают с голода, а вы лезете в нормальные страны восточной Европы, нас учите, еще кого-нибудь, вы помогите тем, кто реально в этом нуждается. Либо классический пример с украинским зерном, из-за чего там истерика между Польшей и Украиной, там неполный разрыв и корабление. Ну, Арестович, уже я его процитирую, он же реально сказал, что это бизнес-интересы внутри команды президента. И ради этого можно в условиях войны наплевать на все и разорвать отношения с тем, кто тебе помогал больше всех. То есть, когда свое, свои деньги, личные, люди не понимают, что то, что происходит в Африке, как и в Восточной Европе, это стремление создать власть в чистом виде. Не через призму бизнес-интересов локальной группы, не через призму государства, которое понимается как мафиозное государство, где, ну, одни тан-тан-макуты действуют, хотя, безусловно, что различные африканские страны, они весьма различны. Но означает ли это, что какой-то злой дядя или добрый дядя в кавычках должен прийти и принести вместе со своими GI, со своими вертолетами и ракетами, якобы справедливый порядок. А что произошло с Ливией, что произошло после уничтожения Хусейна, эти страны процветают? Они сохранились как целостность, культурные, государственные? Поэтому это то же самое, как добрая в кавычках помощь МВФ. Можно назвать хоть одну страну, которая после, которая слепо действовала по указке и лекалах МВФ, которая стала счастливой и успешной. Эти модели, которые предлагают, Рузвельт от них отказался в Америке еще в 30-х годах. Поэтому просто эти вещи нужно реально смотреть на эти. Поэтому Африка, да, Африка становится важнейшим игроком. И Беларусь имеет в Африке свои интересы. Беларусам есть, что предложить как высокоразвитой технологической стране. А мы высокоразвитая технологическая страна. У нас высокий интеллектуальный потенциал. Нравится кому или нет, так есть. У нас высокий уровень развития и экономики, и технологий. И от IT-сферы, и, да, извините, машиностроение, без которого тоже не бывает высокоразвитой цивилизованной страны. про это немцы лучше всех знают. Поэтому это правильно, это очень правильное направление. Мы должны, и мы это уже делаем не вчера, мы же не вчера туда пошли. Первые разведки в Африке начались очень давно. И что у нас есть страны, где у нас есть свои реальные экономические интересы, есть свои бизнес-интересы, и мы должны их распространять. Не через унижение, а через культурные стажировки, через максимальное притяжение к себе будущей интеллектуальной элиты стран, так как это делало в Советском Союзе, как это делает Америка, как это делают англичане. Чем больше будущих представителей элиты пройдет через наши университеты, медицинские либо инженерные факультеты, неважно, чем больше их потом станут, займут высокие должности, тем лучше человек перспектива для наших отношений в будущем. И мы по максимуму используем еще тот задел, который был образован между различными развивающимися тогда странами Африки и Советским Союзом, и теми, скажем так, коммуникациями, теми культурными обменами, которые происходили в том числе и в БССР. Мы продолжаем, сохраняем, культивируем и умножаем эти нюансы. Это абсолютно правильный подход. Африка, как говорил наш президент неоднократно, это важнейший континент, который будет определять во многом контуры будущего мира. И к этому нужно относиться серьезно. А к этим людям, которые имеют на сегодняшний день свои национальные государства с должным пониманием и уважением. На нас все смотрят и восхищаются. То есть есть спрос на нашу продукцию, особенно на продукцию сельского хозяйства. Даже в России передовая страна, они восхищаются нашей продукцией. Мы это не должны потерять. Это наш бренд чистота, порядок и нормальная продукция. Давайте, мужики, это сделаем. Вот о практике проведения таких семинаров, совещаний. Еще есть такое мероприятие, как семинаров руководящих кадров, которые проводятся администрацией и организовываются, в том числе, Академия управления при президенте. Есть здесь очень большой смысл. Вот смотрите, если мы работаем в конкурентной среде, чисто коммерческой, когда конкурируют частные компании, очень часто они враги, но не то, что враги, а конкуренция предполагает то, что мы закрываем информацию и самые инновационные технологии не даем своим конкурентам. Мы хотим их утопить. Но поскольку у нас продовольственная безопасность поддерживает именно государственный сектор, в основном государственные предприятия, было бы странно, если, например, области скрывали друг от друга или ведущее предприятие, вот те, кому надо помочь, скрывали какую-то информацию. поэтому вот этот семинар совещания, это прежде всего ну как стимул в обучении, в том, чтобы лидеры показали, как нужно работать тем отстающим предприятиям или тем предприятиям, которые попали в какую-то зону неуверенного земледелия. Климат сильно меняется и многие районы просто страдают то от засухи, то заливают водой. и мы должны брать пример с ведущих предприятий. Вот собирая всех в одном месте на такие семинары, председатели располкома, руководители хозяйств, передовых или отстающих, ну глава государства ставит задачу. Давайте обмениваться прогрессивными технологиями и показывайте пример. Это очень важно, потому что если бы мы сказали, давайте едьте одни к другим, то многие бы сказали, а зачем мы будем показывать самую ценную, самую важную информацию. Поэтому вот этот организационный момент, он очень важен. И здесь же еще проверяющие органы, контролирующие поднимают на гора какие-то проблемные моменты, которые кроме них и президента очень часто никто бы и не озвучивал. Например, есть такие факты либо цифры у нас производительность молочного стада в шесть раз различается по разным хозяйствам. В шесть раз. Представляете, если взять тех, кто внизу, и сделать хотя бы довести их продуктивность до среднереспубликанского уровня, это какой прирост производства молока был бы. А глава государства обратил внимание, что мы практически в течение трех лет не то что топчемся на месте, но у нас проценты небольшого увеличения производства молока. Для нас важно качество и еще очень важнее даже эффективность. То есть можно произвести огромную массу некачественного молока, а потом отправить ее на выпой к утилят. Для нас же нужно экстра молоко, которое можно направить на производство сыра, масла, которое можно эффективно без отходов переработать. Для чего? Для того, чтобы потом отправить эту продукцию на экспорт в ту же самую Японию и в Китай. Поэтому мы не настолько богатая страна, чтобы неэффективно производить продукцию. И вот есть кризисные моменты. Это падеж скота, это нехватка кормов. И очень удивительная вещь, что те хозяйства, которые соблюдают технологические регламенты, те соответствующие кадры. Причем они работают не год, не два, а там три-пять лет. И руководитель бережет эти кадры, он занимается кадровой политикой, он обучает своего зоотехника, главного агронома. Там все нормально. Где же постоянная чехарда с руководителем, где нет ведущих специалистов, там сколько ни давай денег, толку не будет. Поэтому не все измеряется деньгами. Где-то нужно хотеть и мочь. И вот это желание, если коммерческие стимулы не работают, приходится определенный кнут применять. Хотя это в экономике кнут работает в определенных пределах. Поэтому цель какая? Взять лидеров и показать, как делать продукцию, как ее производить более эффективно. И тогда в целом будет производство расти. для меня учебник ну это все. Вот учебник, знаете, что самое страшное? Учебник пугает ученика. Вот этого быть не должно. Он боится к какому-то учебнику притронуться. А учебник должен притягивать ученика к себе. Его приятно этот учебник держать в руках. И я говорил, что не надо на это жалеть денег. Надо издать хороший учебник, написанный хорошим шрифтом, иллюстрированный. И главное знание, 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 тезис, если даже там кратко написано, учитель не засни, что это такое. Учебник уже будет для тебя конспектом для ученика. У нас неплохие учебные пособия, которые мы должны, как сказал президент, превратить в высококачественные учебники, чтобы это была икона. При этом эти учебные пособия по всех социологических опросах удовлетворяют более 90% опрошенных. Давайте про это не забывать. Да, безусловно, есть определенные огрехи. Что касается учебников по истории, то с учетом того поручения, которое мне лично было дано на совещании, мы уже инициативно создали, вот в прошлую пятницу мы проговорили состав и по специальностях той рабочей группы, которая верифицирует, проверит, вплоть до каждой запятой, каждой ошибки, которая возможно есть, а в отдельных они есть, есть фигуры замалчивания, то, о чем мы говорили, поэтому я думаю, что первые результаты этой работы я доложу на Совете по исторической политике в декабре этого года, мы постараемся максимально широко транслировать результаты своей работы и слышать тех, кто работает в поле, учителей истории и обществоведения, вузовских преподавателей, чтобы это не было, просто приехали, картинки показали, кто-то что-то сказал, нет, вместе с тем есть фундаментальные вещи, которые мы обязательно будем последовательно проводить во всех учебниках и учебных пособиях по истории Белоруссии и всеобщей истории, наших национальных учебников, это базовые конституционные принципы, понимание того, что Белоруссия не вчера родилась, мы будем создавать национальные учебники, которые будут воспитывать гражданина и патриота своей страны, который будет воспитываться через эти тексты в духе вечности Белоруссии, как вы, я никогда не забуду фразу Деголе, который любил повторять, что он рос в атмосфере вечности Франции, мы должны создать такие учебные пособия, чтобы они и у ребенка, и у взрослого, если ему интересно будет, создавали ощущение вечности своей страны, вечности и незыблемости исторической традиции. Вот это мы сделаем обязательно. Ну и последнее, что я хочу сказать, в чем важность образования и учителя. Был у меня профессор Анатолий Борисович Кузнецов, который очень феерически меня читал, он выпускник был Московского государственного университета, он занимался, во-первых, крымско-московскими взаимоотношениями, а также взаимоотношениями ВКЛ и Великого Княжества Московского. Он любил повторять на своей первой лекции по истории СССР, ну, по сути, по истории Руси и первой лекции. Есть две профессии, которые нельзя выпускать недоучка. Врача и учитель. Врач убьет человека, а учитель его искалечит на всю жизнь. Вот учебник должен быть путеводной нитью ориадны, которая должна оконтуривать через программу, а учебник должен дублировать программу, кто бы мне что не рассказывал, он должен учить любить свою страну. Эмпатию никто никогда не исключал, потому что Родина это то, что ты любишь, а история это важнейшая книга жизни, которая отвечает на страницах тех же учебных пособий, учебников, дает ответ на три фундаментальных вопроса, без которой нету, нации, государства и цивилизации. Откуда мы? Почему мы такие, как есть? И как нам строить нашу стратегию будущего, исходя из нашего реального, а не выдуманного, не фальшивого прошлого? Прошу иметь в виду, то, что мы героически организовываем уборку, помогаем сельскому хозяйству, техникой, удобрениями и прочими финансовыми средствами, это дело аграрного бизнеса, как модно сейчас говорить, это дело губернатору, председателю, райисполкома, руководителей хозяйства. А вот обеспечить порядок, биологическая защита, здесь с нашей стороны должен, государственной стороны, жесточайший контроль, как за плодородием почвы. Миллиорация, плодородие почвы, дороги и прочее, это государственные вопросы, за которые мы должны отвечать. Поэтому тема биологической защиты комплексов, порядка на комплексе, вопрос государственной важности. Безопасность должна быть на уровне операционной, то есть вирус, он очень хорошо переносится на одежде, по воздуху, и человек не может определить, является ли он переносчиком. Поэтому даже многие страны, они просто отказались от производства свинины, потому что это чрезвычайно сложно, дорого, и нужна вот эта экологическая биологическая безопасность, то есть нужно соблюдение, жесткое соблюдение дисциплины, смена одежды и так далее. И, конечно, поскольку мы вкладываем большие деньги, в том числе бюджетные, государственные, эта биологическая безопасность для нас важна, потому что мы можем потерять целые фермы, потом нужно это поголовье утилизировать, что тоже не очень просто, потом нужно санировать, и это измеряется огромными деньгами. То есть очень обидно, когда мы выращиваем стадо, труд людей годами накапливается, и потом определенный момент две-три ошибки и эпидемия уничтожает весь комплекс. конечно, ну, то ли его страховать, то ли, значит, устраивать проверки, то есть, но дисциплина вместе со строительством комплекса нужно вырабатывать систему мер вот этой биологической безопасности, которая будет обеспечивать отсутствие этого субъективного факта. Нужно делать так, чтобы никто не мог занести вот эту вот эту чуму, вирус, и хоть это и дорого, но без этого невозможно, что в любой момент можно потерять все. И здесь, конечно, недаром создана соответствующая комиссия, сформированный его состав. В этом биологическая безопасность связана не только с чумой, да, свиней, но и с другими вопросами. Вы знаете, что во многих странах ведутся, продолжают, несмотря на то, что есть запрет на производство биологического оружия, производятся непонятные, в общем-то, действия, да, лаборатории формируются. Ну и вот мы с вами не знаем, откуда может прилететь в очередной момент. Я надеюсь, что такого не будет, да, и не будет использоваться биологические методы борьбы с другим населением, но надо быть ко всему готовым. Вы стоите на плечах гигантов, как говорил классик. Вы стоите на плечах тех, кто эти знания когда-то открыл, и мы можем назвать с удовольствием таких, как Жарис Алферов, Павел Сухой, Михаил Высоцкий и многих других наших прославленных на весь мир соотечественников. Я верю в вас и убежден, что общаюсь сегодня с будущими белорусскими академиками, изобретателями, создателями новых продуктов, которые найдут свое место на мировых рынках. У нас очень талантливая молодежь, продвинутая, высокообразованная. Ну, скажем, если говорить о определенных достижениях белорусской модели образовательной, которую мы получили в результате уже эволюции с 91-го года, это очень мощная языковая подготовка. То есть людей, владеющих очень неплохо английским плюс еще одним языком, опять же, подчеркну, среди интеллектуальной элиты, ну, сегодня в разы больше, чем это было в 70-х или 80-х годах. Это другие совершенно методики, другое количество часов на это. Это очень важный момент. И в другой момент, сколько бы, кто не кричал, какая неправильная белорусская модель образования в школе, тогда вы мне объясните, откуда все эти золотые и серебряные медали по прикладной математике, по информатике, по программированию, откуда вот этот эффект парка высоких технологий, кто бы как-то бы его там не критиковал и все остальное, откуда это? Это наша система образования. И прежде, чем что-то свое охаивать, как некоторые делают, сначала нужно объективно на эти вещи посмотреть. Что касается молодежи, молодежь должна четко понимать, она прагматична, за это ее ругать не нужно. Она должна понимать, что используя ту законодательную базу в стране, которая есть, используя те преференции, которые она есть, она здесь и сейчас, в своей стране, на благо своей страны, может жить в разы лучше и достойнее, чем в соседних странах. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы в различных сегментах нашей экономики возникали инновационные предприятия, возникали новые прорывы. Вот Семашко Владимир Ильич, он носился, представил идею биограда. Я надеюсь, что когда-нибудь она станет реальностью. Это было бы вообще феерично, понимаете? С одной стороны, IT-технологии, с другой стороны, высокие технологии и развитие нормальной промышленности, и с третьей биоград. Это экономика будущего, на самом деле. И нужно просто понимать, вот некоторые не понимают, что фундаментальная наука не менее важна, а более важна, чем прикладная. сейчас говорю, я говорю гуманитарий, но я хочу заступиться в первую очередь за технарей и за всех остальных. Для того, чтобы у каждого у нас в кармане сегодня был мобильный телефон, айфон там, смартфон или еще нибудь, что такое, необходимо, чтобы были открытия Жореса Алферова, который получил за это Нобелевскую премию в свое время, и которые на тот момент казались не сильно прикладными. Прикладное знание идет за фундаментальным, и результаты фундаментального знания потом определяют на десятилетия прикладную тематику, а прикладная тематика, в свою очередь, тогда становится важнейшим драйвером роста, брендом прорывным, если в этом заинтересованы заказчики кадров, носители нового экономического знания, директора предприятий и этих корпусов, когда они не боятся этих вещей, когда они понимают, что это важнее всего на свете. И, понимаете, вот есть у многих страх перед научно-техническим прогрессом, как это, вот, людей куда девать, и все остальное. Это проблема. Помните, были мануфактурные бунты, и все остальное. Но я глубоко убежден, что мы сможем решить эту проблему, тем более в своей стране. Поэтому у меня, вот, ну, господи, я всегда люблю повторять, Беларусь от Балтики до Тихоокеана не в смысле экспансии военной, а в смысле смыслов, технологий и всего того, что связано с нашим белорусским образом жизни. То есть, белорусская душа и новейшая технология, белорусское сердце и новейшая технология. Это то, чем мы должны побеждать в этом столетии и в последующих тоже. Главное это агрогородки. Ну вот, сегодня хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть деревня Будушок. Мы пишем там разного рода кандидатские, докторские диссертации. Стыдно название, читать не то, что смотреть на эту диссертацию. Давайте на эти темы будем что-то писать, разрабатывать, тем более специалистов у нас достаточно, которые хорошо знают, как было, как есть и как будет. то есть целый пласт можно и нужно поднять для размышления и уже практики. В современном мире одной из угроз признана урбанизация. То есть когда население, граждане переезжают из малых населенных пунктов, города, возникают огромные конгломераты, то есть пустеют целые территории, на которых раньше жили люди. Это ужасная картина, разваленные дома, дороги и так далее. У нас настолько компактная страна, конечно, что мы этого допустить не можем. Во-первых, эта дифференциация, то есть концентрация людей в одних местах приведет к опустыниванию так называемому отдельных территорий, и мы можем иметь определенные последствия того, что будет плохо использоваться, например, земельные ресурсы, будут умирать деревни и так далее. Но еще есть другой момент. Дело в том, что в сельском хозяйстве нужны трудовые ресурсы. И понятно, что молодой человек или девушка, они смотрят на городское население, на городских ребят, и хотят жить в таких же условиях. Мы не можем запретить переехать в город, мы должны создавать вот эти условия в части инфраструктуры, чтобы престижно было слышать, что я живу в агрогородке. То есть нужно определенный пиар, нужно многолетний пиар того, что я живу в агрогородке, и это престижно. И это престижно во многих странах. Во многих странах люди с доходом выше среднего из крупных городов переезжают, селятся в коттеджах, в своих домах. Это считается квинтэссенцией успеха. Поэтому нужно это объяснить молодежи и создать такие условия, чтобы кадры на селе закреплялись. Но именно чтобы они хотели жить в этих агрогородках. Но это громадная программа. У нас около полутора тысяч агрогородков. И цель этого мероприятия какая? Показать типовой проект. Для чего он нужен? Для того, чтобы дальше при реформировании агрогородков это можно было сделать быстрее всего, быстро и дешево. потому что наш зампремьера говорил о том, что если мы будем проектировать дорожную сеть в агрогородках, то мы все деньги можем потратить на проекты. Потому что это очень долго, это очень дорого, это требует согласования огромного количества инстанций. И пока мы будем согласовывать, уже кто-то переедет в город. Этот момент очень важен сделать. Это типовые проекты, есть соответствующий альбом этих агрогородков. Поэтому не только президенту показывали, а показывали тем потенциальным руководителям, которые у себя будут реформировать агрогородки, переустраивать, показать типовые проекты, показать, что предлагает министерство, чтобы не было межведомственной разобщенности. И, соответственно, начинать работу в новых местах, наиболее дешево, оперативно. И многие сейчас думают, куда поступать, в какой вуз. И нужно сделать так, чтобы молодые люди приезжали в свой городок, в свой коттедж, в свой домик. У них был интернет, у них был спортивный зал обязательно, чтобы они могли поиграть, занять себя, не только в компьютере сидеть целыми днями в телефоне, а чтобы были другие возможности для своего развития. Где-то, может быть, и клубы нужны, чтобы они были современены и так далее. Нужно смотреть на бюджет, нужно смотреть на средства, и, может, где-то надо и больше общаться с молодежью, понимать, что они хотят. Хотя, вроде бы, мы все знаем, что они хотят, но, если поговорить с 20-летним молодым человеком, то иногда получаешь откровения, откровенные какие-то мысли, о которых даже не думал. Хочу, чтобы деревня будущего превратилась в деревню настоящего. Правильно? Наверное, так. Редактор субтитров А.Семкин